Привет всем зрителям моего канала! В этом видео будет много всего интересного. Во-первых, мы сделаем с вами обалденную распаковку банковского мешка. Во-вторых, у меня уже поднакопилось очень много монет областей, серии областей. И я буду размещать их в специальные альбомы, в листы. Для этого я закажу себе папку очень красивую немецкой фирмы LeSturm на сайте Numis. И в следующем видео я покажу, как присылают эти посылки. И, собственно, мы разместим все области в такой вот красивый альбом. Поехали! Области мы уберем. И давайте посмотрим, что же находится у нас в этом банковском мешке. Вот такой довольно плотный он. И у нас здесь пачка банкнот по одной гривне. Значит, сейчас, на данный момент, такие банкноты уже не выпускаются, не печатаются. А так как вы знаете, что у нас вот такие вот гривны сейчас чеканятся, и запланировано сделать 140 миллионов вот таких вот монет по одной гривне, на данный момент порядка 8 миллионов, сказали в НБУ, 7-8 миллионов. А вот такую вот пачечку довольно интересно распаковать, поискать там какие-нибудь номера. Возможно, во всех пачках будут именно красивые номера, которые можно будет себе отложить в идеальнейшем состоянии. Ну что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Давайте взвесим, сколько же весит запакованный блок от Национального банка НБУ. Мы взвешивали уже деньги, которые были в обиходе. Ага, 690 грамм. Всего лишь 659 грамм. То есть довольно легко. 659, да, все правильно. Довольно мало, весит, легкий, очень спрессованный. Ну что, не терпится посмотреть, как же выглядят эти хрустящие банкноты. Попробуем это сделать очень аккуратно, чтобы не повредить ничего. Раз. Отлично, отлично. Она у нас открывается. Печатаются такие банкноты у нас в Национальном банке. Смотрите, ага, каждая пачка еще отдельно у нас смотанная вот таким вот дополнительным, ну не скотчем, да, но пленочкой. Ну давайте разрежем эту пленочку, посмотрим, как она. Вот наши первые пачечки. Хотели бы вот так вот, да, заплатить где-нибудь прям целой пачкой 100 гривневых купюр? Здесь вот в таком вот листочке 100 гривен находятся. Видите, они очень-очень новые. Их наверняка еще никто вот так вот и не держал, кроме распасовщиков Национального банка. И давайте смотреть, что же тут на самом деле по номерам. Значит, написано 11.063.2, а по факту мы видим вообще другой, вообще другой номер. Вообще другой номер. И вот так вот у нас идут номера по порядку, вроде как, хотя нет. 39, 35, да-да-да, идут по порядку. Давайте смотреть, как у нас здесь идут номерочки. Ну да. Да, смотрите, серии у нас одинаково, SE, но номера не по порядку пачек. Видите, из одной пачки у нас получается вот так вот, вот так вот начинаются, начинаются номера. С вот таким вот дизайном одной гривны мы можем посмотреть, какие были годы выпуска. С 2006, 2006, 2011 и 2014 подписи Стельмах, Арбузов и Гонтарева. Ну, понятное дело, что здесь мы найдем только с одной подписью, это Гонтарева, вот так вот она выглядит. Данная конкретная пачка была запакована 15-м годом и, скорее всего, тут все попали только с одной подписью, да, банкноты. То есть мы можем посмотреть, но, скорее всего, так оно и есть. Хотя было бы интересно посмотреть на пачки, в которых либо разные подписи или смешанные, не знаю, такие бывают или нет. Интересно было бы, если кто знает, пишите в комментариях. По подписям, вот тут вот можно посмотреть, смотрите, я вам продемонстрирую, как выглядят разные подписи. Гляньте, у Ющенко даже три разных разновидности было подписей, да, на банкнотах. И вот можно посмотреть, как расписывались главы Национального банка. Вот, собственно, да, и вот как раз 2014 год у нас Гонтарева. Конечно, встретить банкноты, например, без подписи, это довольно большая редкость, потому что это может быть либо брак, либо презентационная какая-то банкнота. Такие банкноты, я знаю, что бывали, есть, которые без какой-то подписи, это довольно большой раритет. Ну, по деньгам, понятное дело, что они стоят довольно дорого. По стоимости вот такой вот банкноты, здесь в книге Загреба, конечно, написано, что в отличнейшем состоянии такая банкнота в районе 5 гривен. Ну, однозначно, цены на них будут расти, особенно на те, которые с какими-то интересными номерами. Вот, так что стоит себе отложить хотя бы пачечку в такой вот, в таком идеальном состоянии. Ну что, давайте попробуем перебрать пачечку, посмотреть. Вот, можно ее аккуратно вот таким вот образом снять. Безумно красивое, приятное состояние. Давайте смотреть. Ну, что, то есть, в принципе, мы можем понимать, какие у нас номера получаются с повторами. 66, 88, например, да. 66, 77. Можем 66, 66 даже найти. Вот она, мне кажется. Да, в принципе, если бы все номера такие были, такая банкнота, конечно, бы стоила денег. В данном формате это исключительно на любителя. То есть, я думаю, она стоит, ну, не больше, не больше, там, 2 гривен, например. Хотя, хотя, если человек очень хочется такую коллекцию в идеальном состоянии, может быть. Ну, вот мы посмотрели с вами 10 пачек по 1 гривне. Это вот, вот, 1000 гривен у нас с вами. Вот так вот выглядит довольно массивно. Но конкретных красивых номеров в этой пачке не удалось найти. Давайте покажу, что получилось, что можно, ну, хоть как-то, может, отложить. Или мы с вами, давайте придумаем, что с ними сделать. Удалось раздобыть несколько банкнот с какими-то довольно интересными номерами. Давайте посмотрим, что же тут целых 25 банкнот. Я думаю, они довольно интересны, особенно для начинающих, кто хочет собирать какую-то коллекцию с номерами. В конце у нас, видите, по номерам 66, 11, 66, 22, 33, 66, 44. Вот здесь аж у нас 4 шестерки получилось. Дальше 66, 77, 99, 68, 68. 3 восьмерки в конце, 25, 25, 26, 26. У нас 3 семерки идет. Тут, видите, такой номер 27, 72, 27, 27. Давайте посмотрим дальше, что у нас интересно. Повтор 65, 65, 3, 0, 3 пятерки. Давайте посмотрим, что я предлагаю сделать вот с этой пачечкой, с этой пачкой Griven Uncirculated в идеальнейшем состоянии. Я предлагаю ее разыграть по нашей традиции, как обычно мы разыгрываем разные подарки на канале. Для того, чтобы получить вот такую вот пачку денег просто так, в идеальном состоянии, тех гривен, которые уже не выпускает Национальный банк. Сейчас вот только вот такие гривни. Нужно быть подписчиком канала, оставить комментарий, поставить лайк этому видео. Все. И потом мы разыграем среди всех тех, кто оставил комментарий. Количество комментариев не ограничено, друзья. Давайте. Ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok